Саша, первый вопрос программный. Расскажи о цели визита в Москву и расскажи нам про свой русскоязычный пол, который ты приехал презентовать. Ну, у меня же была большая привилегия, когда я выиграл Евровидение, что я начал гастролировать по Европе. И я понял, что вот сейчас, в последний год, я так много посещал других стран, что почти забыл про русскоязычные. А у меня же здесь же, в самой главной корне, у меня же такое привилегие, что я понимаю вашу культуру, наконец-то. Я же все-таки в Белоруссии родился, потому что я думал, что все же пора писать русские песни. И написал «Стрела Амура» летом, а сейчас написал песню про девушку, которая преследует меня. Я вот специально подумал, что интересно для русского маркета. Вот именно такая история. И самое главное, что это история с моей жизнью, так как я всегда пишу только музыку про себя. Как отреагировала эта фанатка на появление песни «Достала»? Была ли реакция? Понимаешь, я сразу понял, что вот этой девушке самое главное – внимание. И позитивное и негативное внимание – это не важно. И самое главное, чтобы люди знали о ней. Но я и так и так по-прежнему не хочу говорить ее имя. Это уже неправильно будет. Но все уже на Facebook. У меня самая такая большая страница в Скандинавии. На Facebook у меня уже 500 тысяч людей. И там все знают, про кого я пою. Но официально я это не буду говорить. Но ей понравилось, что я написал песню. Она сейчас чувствует, что она моя мюза. И она довольна, я доволен. Вот такой немножко щекотливый вопрос. Не приходилось ли тебе специально для того, чтобы издать этот альбом, подучивать русский? Там с преподавателем или... Нет, у меня поется русский очень-очень легко. Зато разговаривать по-русски мне тоже легче и легче. Но это не мой первый язык. Так что я читаю книги. Ну, такие детские книги. «Три благодариатом», «Финист, Ясный сокол». А еще какие? «Баратино». Так что я и смотрю русские фильмы, старые такие, советские. А какой любимый? Ну, «Карнавальная ночь», например, мне очень нравится. «Болга-болга». Такие фильмы мне нравятся. И так я учу русский язык. Потому что это же вообще огромное привилегие для меня, что я могу, что меня приглашают сюда, в эту страну. И хочется вам дать не только музыку, а еще и общаться с вами. Саша, возвращаясь к фанатам. Судя по песне, она тебя достала. В связи с чем? Не было ли мысли устроить некий музыкальный эксперимент, дабы их отпугнуть? Ну, например, обратиться к такому, как бы сказать, практически национальному музыкальному жанру в Норвегии, как death metal? А, я как раз уже сотрудничал с группой death metal, keep of колеса, так называют. Они тоже были в Евровидении. И это мне интересно было. Ну, вот в этот раз мне нужно просто было найти песню и жанр, который подходит друг к другу, и который подходит к тексту. Ну, а вообще, в принципе, ты в своей дальнейшей музыкальной карьере планируешь музыкальные эксперименты? Ну, как всегда, да, что вы. Вот моя беда и привилегия, что у меня нет формата. Я артист бесформатный. У меня самое главное, у меня есть мелодия, у меня есть скрипка, у меня есть голос. Поэтому я всегда, почти, каждая новая песня у меня в новом жанре. Ну, а если переходить уже непосредственно к Евровидению, на мой вопрос на пресс-конференции, относительно того, какая из двух до этого побеждавших от Норвегии песен, ты выделил именно Ноктюрн роль Флёвленда. Однако у тебя на альбоме в качестве кайвер-версии появилась совершенно другая его музыкальная тема, с чем связана. Секрогарден, да. Да. Ну, это не всегда спадает, что мне больше всего нравится, и что мне больше всего нравится исполнять. Так что, хотя моя любимая его песня Ноктюрн, я понимаю, что это уже было сделано прекрасно уже один раз, и никакой смысл еще делать, как это, кавер. А вот как раз Song from the Sacred Garden, я всегда считал, что именно это для меня сделано песня. Саша, вот ты, ну, в той или иной степени, наверное, все равно так, послеживаешь, хоть ты, возможно, пройденный этап за MGP. Мелоди Гран-При. А, да-да-да. Ну, не будем кривить душой, учитывая, что, в общем-то, Норвегия не очень высокие результаты показывала после твоей победы. Ну, я не жалуюсь. Не хотел бы ты кого-то лично порекомендовать для участия в этом конкурсе? В норвежском? Да. Кого еще на нем не было? В MGP. Ну, я думаю, что у нас очень хорошие звезды в Норвегии. Лидо Лидо, например, новый такой, очень хороший. Но я думаю, что, к сожалению, я не знаю, как в детстве в России, но в Норвегии артисты вообще боятся Евровидения. Артисты, которые уже известны, они не хотят портить свою карьеру Евровидением. Вдруг они не будут, вдруг они вообще не пройдут дальше. Ну, ты бы не побоялся? Я не боялся, потому что я, только в Норвегии меня знали, а в Европе нет. Так что, и для меня самое главное – это музыка, самое главное – быть музыкантом, а не знаменитости. Так что, вот. То есть, судя по всему, именно по этой причине уже почти 7 лет от Норвегии не выступают норвежцы с песнями, написанными этническими норвежцами исключительно. По какой причине? Ну, вот потому что боятся. Елес и Евровидения, известный норвежский исполнитель. Последняя песня, которая была написана норвежцем и спетана норвежцем... Нет, но Норвегия же очень богатая страна, и у нас такая политика, что мы приглашаем всех иностранцев в Сирену. Так что, хотя там Стелла была из Кении, тот же из Иран, они все равно норвежцы были, понимаете? Так что, мы такие очень либеральные люди. Немножко провокационный вопрос. В Среди Евровидения ходит такая шутка о том, что на Норвежский МГП попадают песни, не прошедшие предварительную преселекцию на мелодифестивалях в Швеции. Скажи, пожалуйста, ты Фейритейл подавал Бьёркману на мелодифестивалях перед МГП? Нет. Нет, Фейритейл я сделал специально для Норвегии. Я знал, что она, если не выиграет, так людям очень понравится, именно потому что это норвежская музыка. Так что, ну, я никогда ее не подавал. Зато я в радио, в разное радио, показывал песню. И так же, как здесь, в Москве, они сказали, извини, Саша, но эта песня не для радио, мы никогда ее не будем играть. Это не радио, а песня, это не в нашем формате. Потом я выиграл, а вдруг встала песня в формате. В русском сегменте интернета очень популярен твой видеоклик на песню «Фэлэй Ем», которую ты спел вместе с «Оптюр». Нет ли пранок по созданию полноценной русской версии этой песни? Нет, это как раз вот так же, как нету норвежской «Черной молнии», нету русской «Фэлэй Ем». Саша, а вот мы этот вопрос задавали Лене через год после ее победы, и она, скажем так, очень на нее болезненно отреагировала. А, так что вы специально приготовляете, у меня же такая болезненно не было. Что, не боитесь ли вы, что тень Евровидения будет преследовать вас всю жизнь? Есть ли у тебя такой вопрос? На это я отвечу. Как ты думаешь, боится Зинадин Сидан, футболист, знаете, она, что навсегда будет преследовать, что он участвовал в мировом чемпионате футбола? Я думаю, что нет. И так же я с удовольствием буду вспоминать Евровидение и подумать, что Этер вот как раз начала всю мою карьеру, сейчас я езжу по всей Европе. Саша, а нет ли желания повторить, так сказать, поездку на Евровидение? Я повторяю поездку на Евровидение все время здесь, вот в голове, так же, как я повторяю мой первый поцелуй. Знаешь, это очень приятно, но это невозможно еще раз повторить первый поцелуй. Так что я с удовольствием зато буду композитором в Евровидении, потому что это моя самая большая мечта стать композитором, известным композитором, чтобы через 5-10 лет, когда у меня появится жена, но здесь дети, так тогда мне нужно уже ездить по Европе. Сейчас я с удовольствием езжу по Европе, это мне прекрасно, но сейчас я холостой, сейчас мне интересно мир посмотреть, а потом уже я хочу, чтобы в одном месте жить, может быть, подальше от города и писать музыку именно там, где я живу. Ну, вот ты затронул тему личной жизни, а у тебя много фанаток, а возможно ли вот такая сказка о Золушке для одной из фанаток, чтобы одна из фанаток стала женой Саши Рубака? Какими качествами она для этого должна обладать? Ну, самое главное, чтобы она не доставала меня, так как эта девушка из Израиля. Любовь, это не значит, что она все время должна мне звонить, но с другой стороны, очень важно, чтобы девушка не играла в игры, чтобы не так, не делала вид, что я ей не нужен, чтобы она все время честная была. И чтобы у нее хорошие антенны были, когда она чувствует, что, когда я, например, когда мне нужно поговорить с ней, чтобы она это приняла, когда мне хочется на каникулы поехать с ней, чтобы она тоже это поняла. Сейчас я вообще говорю, будто я не разговариваю с девушкой, но, не, ну, конечно, общение самое главное, но иногда хочется тоже, чтобы девушка чувствовала тебя, вместо того, чтобы ты ничего не говоришь. Вот у тебя сформировался такой образ, ну, конечно, это не факт, что это было именно твоей целью, но очень многим ты представляешься, как такой со временем, конечно, образумившийся, но парень из двора, хулиганистый. Чуть-чуть, да. Какое у тебя самое большое хулиганство было в детстве? Ну, если, конечно. Ой, не знаю, у нас такой глупый был спорт, что мы бросали, бросали большие камни в окна людям. И потом, и вообще-то каждый раз мы всегда надеяли, что мы не попадем, а когда попадали, так тогда, ой, нужно было бежать подальше. Это в Норвегии было или еще в Белоруссии? В Норвегии. В Белоруссии вообще, как бы, сразу меня арестовали бы там. Саша, ты был в этом году в Баку. Какова разница в твоих чувствах, которые были во время московского Евровидения и во время поездки на бакинское Евровидение? Оба конкурса были достаточно масштабны, стали, вошли в историю. Все такие же масштабные были, да. В чем разница? Я бы не сказал, что большая разница. Самая большая разница для меня была, что сейчас, в этот раз, я мог больше, гораздо больше кайфовать. Просто приехать в Азербайджан как король, и все уже, все хотели со мной дружить, все делали так, как мне нужно было. И, наконец-то, время было посмотреть город. А в Москве у меня вообще не было времени ни на что, кроме того, чтобы заниматься и выступать, и интервью, и так далее. Саша, а вот что для тебя звездная болезнь? Это что-то, в принципе, естественное или, наоборот, тобой отторгаемое? Звездную болезнь ты как воспринимаешь? Я думаю, что всегда, когда говорят о звездной болезни, все сразу думают, что человек зазвездился и начинает всех посылать сюда и туда. Есть такое, конечно, но я думаю, что есть разные звездные болезни, и по-разному можно заболеть, если так можно сказать. У некоторых начинается депрессия. У меня была депрессия 2-3 месяца, иногда тоже возвращается. Я уверен, что не было бы такого, если я бы знаменитым не стал. Другие начинают с наркотикой, например. Это тоже, я бы сказал, звездная болезнь. Потом еще звезда может начинать уже ругаться со всеми. Это больше такая распространенная звездная болезнь. Но я думаю, что людям, которые не работают в шоу-бизнесе, лучше не задираться об этом, потому что они не понимают, как трудно быть всеми знаменитым человеком, и что все тебя узнают, что все от тебя требуют что-то. Но я лично не жалуюсь, потому что мне такие огромные гонорары платят, и что я понимаю, что за это мне что-то нужно делать экстраординарно. И хотя мне нужно здороваться с 5 тысяч петьми каждый день, это я с удовольствием делаю, потому что это моя карьера, это моя жизнь. Музыка – это моя жизнь. Ну вот, скажем так, конечно, это не требует конкретного ответа, потому что не все это любят фишировать, но благотворительностью ты занимаешься в том ином виде? Занимаюсь чуть-чуть реже в этом году, чем раньше, потому что сейчас вообще у меня такой график, что я не успеваю ничего делать. И сейчас я понимаю, что я еще должен успевать в студию быть, чтобы новые песни писать. Раньше я писал новые песни только на самолете, потому что я еле все успевал. Сейчас у меня больше спокойная жизнь, потому что сейчас я научился говорить «нет, извините, не могу я приехать на ваш концерт». Вот к слову о новых песнях. Какая для тебя самая, что ли, комфортная среда для написания новых песен? Это что-то необычное или просто тупо там стол, лампа, чашка-чашка? Нет, да, самое главное мне быть одним, чтобы никто не трогал меня. И тогда очень быстро креативность приходит. Я сейчас в последний месяц написал 8 новых песен. И все равно мне не хочется поп-альбом писать, потому что тогда нужно концепцию какой-то найти. А мне нравится гораздо больше писать один сингл, второй, третий. Саша, ты говоришь, что у тебя плотный график. Но вот представим себе, что как та фанатка из Израиля, этот плотный график тебя достал. И ты своим волевым решением говоришь, так, у меня два дня, и я не хочу никого видеть. Куда ты поедешь и с какой целью? Для того, чтобы одна путешествия... И, к сожалению, если я вдруг захочу все, не работать, это никогда не получится, потому что люди меня ждут. И вот это такая самая напряженная моя ситуация, потому что везде люди меня ждут, потому что я никогда, как бы я не устал, я всегда должен работать. Ну, каникулы я планирую очень редко, но если планирую, так как-то заранее, как-то сказать. Заранее? Заранее, да? Да. Очень много-много месяцев перед тем, когда я уже поеду в Дубай, например, хочется. Я уже планирую каникулы на следующее лето, потому что перед этим у меня просто гастроли, гастроли, гастроли. Вот ты говоришь, что люди тебя, в общем, много где ждут, а не было ли желания выйти, ну, именно как музыкант, на рынок какой-нибудь очень такой экзотической страны, например, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, и там попытаться завоевать местную... Я с удовольствием... Я не знаю, как мне ответить, но это... Люди меня приглашают везде, и я вижу, где люди просто хотят заработать деньги на мне, а где они по-настоящему интересуются моим творчеством. И там, где я вижу, что людям по-настоящему... им нравится моя музыка, вот туда я и еду. Я отказывался от оперы в Инфре, например, потому что она... Не она намника лично приглашала, но её редакция. Но они просто хотели там поговорить чуть-чуть о Евровидении. Ну, что я буду говорить там? Это... Я музыкант, я музыку играю. Так что я отказался от оперы в Инфре, ну, потому что у меня ещё концерты в Швеции тогда были. Сейчас пока что я... Мне очень нравятся те страны, где я уже известен. Например, в маленькой Скандинавии у меня сейчас будет много-много-много концертов. 48 концертов будет в декабре, представляете? Как раз Элисабет Андреасовна, если вы знаете. Знаем, да. Конечно. Саша, многие исполнители, в частности, когда участвуют в Евровидении, производят большое количество промо-продукции. Разнообразные. Когда, например, ты был в Москве, была водка в Пертрайл Фимова, от него были творожные сырки. Да, у меня вообще ничего не было. Да, нет, был попал неприличный диск. А какую бы промо-продукцию, какую промо-продукцию ты бы никогда в жизни не стала сдавать под своим именем? Вот для раскрутки своего, допустим, нового альбома. Чтобы не... Вот чтобы ни в коем случае. Вот то, что вот для тебя... Можно перечислить, перечислить, типа там, прижиратив, наркотик, алкоголь. Вообще не... Я считаю, вообще глупо промо делать с разными такими взрослыми вещами. А сам я вообще не делал промо-продукцию. Просто у меня был диск, и всё. Ну, ты говорил о... Скажем так, что много поступает различных предложений. А вот какое было у тебя самое заманчивое предложение о выступлении, от которого ты отказался? Опра Уинфрии, или было что-то ещё более заманчивое? Нет, у меня... Потому что я больше всего жалею, что год после того, когда я выиграл, Филипп Киркоров мне предложил, предлагал тур делать по Москве. И тогда у меня была компания в России, которая совсем не разрешала мне ничего, что если не через них, так тогда вообще ничего нельзя. Они тормозили все мои проекты. К счастью, я уже не с ними работаю сейчас, но... Вот это мне очень жалко было, когда я понял, что... Я из-за них потерял такие большие возможности. Какое было самое экзотическое место, где ты выступал? Я бы сказал, что самое экзотическое место была пещера. Большая-большая пещера в Норвегии. В Олесюн, называется город. И там я играл концерт для... Я думаю, 10-15 людей было в публике. Самый шикарный концерт. Не боялся, что обвалится потолок? Саша, ты родился в Белоруссии и вырос в Норвегии. А кто ты чисто по гастрономическим пристрастиям? Белорус, норвежец или... Американец. То есть фастфуд? Да. Макдональдс? Да, да, да. А как же норвежская семга? А как же белорусские драники? Их готовили у вас дома? Вот как раз ты сейчас перечислил все, что я ем. Американский фастфуд, норвежская рыба и драники. Ну, колдуны белорусские. Обычно все, что я ем. А когда я в гостинице, когда я на гастролях, тогда я ем отбивное или что-нибудь такое. А скандинавский фастфуд? Нет, скандинавский фастфуд. Фастфуд это фастфуд, это американский. Давайте им дадим хотя бы одну эту культуру. Вот в России, конечно, с учетом того, какая, скажем так, культура селебрити здесь возникла, невозможно представить, чтобы, например, известный человек без охраны пошел, например, в Макдональдс или Бургер Кинг. Я иду. Ты готов разорвать шаблоны, например, пойти сегодня по 5 дня в европейский? Просто я очень, я так скромно себя веду, когда в Макдональдсе, что даже люди это не замечают, пока я уже не получил еду и уже выхожу из ресторана, и тогда я уже начинаю улыбаться людям, потому что я уже знаю, тогда уже все, уже поздно. И как раз тогда не замечают, и всегда, когда я выхожу из Макдональдса, там толпа за мной, тогда уже поздно, тогда я уже угадаю. Самый трюк, это просто быть очень целенаправленным и не смотреть на других, быстро все покупать, делать все, что... А потом уже... Ну, конечно, если кто-нибудь меня уже заметит, я не буду там отрекаться, что не, 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 это не я, Саша. Особенно если ребенки, дети. У меня пока привилегия, что у меня много детей в публике, и всегда, когда я вижу, что детская улыбка, и они хотят автограф, неважно, если я даже, если я даже не успеваю на автобусе, все равно я восстанавливаюсь. Да-да, конечно, это спасибо, пожалуйста. А преподавать этим детям ты не пробовал? Не было желания? Ну, я сейчас учусь, пробую, пока я гастролирую здесь, я учусь на педагога. В Норвегии? В Норвегии, да. Там, где я сдал экзамен по скрипке. Я, кстати, сдал экзамен, там самая лучшая оценка. А не было никогда желания, например, в симфоническом оркестре поиграть? Я играл в симфоническом оркестре, я был концертнестре, извините, я был концертнестрем 4 года в Бергене. И, ну, это не креативная работа, но я очень уважаю оркестрантов. Саша, тебе... Только еще вопросы. Все, мы уже видим, что устаешь. Тебе огромное спасибо за интервью. Я думаю, что операцию Бургер Кинг в следующий приезд, если будет позволять время, можно будет осуществить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...